Итак, добро пожаловать на изучение первого послания к Тимофею и второго послания, так как мы уже почти закончили первое послание. Сегодня мы будем изучать с вами шестую главу и посвятим этому четыре лекции. Павел уже заканчивает свои наставления Тимофею. До этого мы с вами разбирали наставления Павла Тимофею о трех разных группах людей. Вначале были общие указания о мужчинах и женщинах, как о пожилых, так и о молодых. Затем Павел уделил внимание конкретной группе, а именно вдовам, как поступать, если они еще молодые, если их родственники о них не заботятся, о том, что их нужно побуждать быть молитвенниками в церкви. И на последнем нашем занятии мы разбирали наставления Павла об обличении служителей в церкви. Что делать, если они вдруг согрешают? Осталась еще одна группа людей, это рабы, и скоро мы коснемся этого вопроса. Но вначале позвольте задать несколько вопросов. Вопросы касаются не только тех, кто сидят в классе, но и тех, кто смотрит нас по виде. Представьте, что вы работодатель, и есть люди, которые работают на вас. И вот такой вопрос. С какими работниками легче? С теми, которые являются христианами, или теми, которые неверующие? Интересный вопрос. И что касается нашей культуры в Америке, в нашей церкви есть бизнесмены, работодатели. И вот какой я слышал ответ на этот вопрос, что часто, к сожалению, неверующий работник работает более прилежно, чем верующий. И вы скажете, ну не должно же так быть. И должно быть наоборот, что христианин работает лучше, усерднее, меньше жалуется, чем его неверующий коллега. Но порой, если начальником является верующий христианин, то работники христиане этим пользуются. Он мой брат во Христе, поэтому не стоит уж так сильно стараться. Не нужно так сильно переживать об этом. Это интересный вопрос, о котором стоит задуматься. И именно этому вопросу посвящено наше внимание при изучении первых двух стихов 6 главы 1 Послания к Тимофею. То, как мы работаем на кого-то, отражает наше взаимоотношение с Иисусом Христом. Происходит то, что эти отношения оказывают влияние на ситуацию в церкви. И рабочие отношения между работником и работодателем, если эти отношения нездоровые, и оба они ходят в одну церковь, то это влияет на здоровье всей церкви. И все это влияет на то, как будет воспринимаемо Евангелие Иисуса Христа. И я не устану повторять. Для Павла Евангелие — это все. Это провозглашение, смерть и воскресение Иисуса Христа, и то, как это меняет жизнь человека, как стать последователем Иисуса Христа. В этом было все для апостола Павла. И поэтому четвертая и последняя группа людей, о которой Тимофею пишет Павел, — это рабы и рабовладельцы. И так как мы говорим сейчас не о рабстве, то мы посмотрим на то, какое применение это имеет для тех из нас, кто работает на работодателе или сам является работодателем. Но вначале позвольте немножко рассказать о рабстве в первом веке. По мере того, как рабы становились христианами, они осознавали, что они новое творение во Христе и равны со своими рабовладельцами. И все это приводит к путанице в церкви. К примеру, позвольте поделиться такой статистикой. 50% всего населения Римской империи были рабами. Вот представьте, половина. Вот, к примеру, у нас в Америке есть история рабовладельческого строя. Пару веков назад это было. Но у нас совсем другая статистика была, совсем не половина. Рабов было меньше. Но представьте, в Римской империи 50% населения были рабами. Все ли они были гонимы? Все ли они были притесняемы? Все ли испытывали на себе признаки расовой дискриминации, когда на них смотрели сверху вниз? В каких-то случаях, конечно, да. В каких-то нет. Во всяком случае, для нас, для американцев, понятие рабства отличается от того, что было в первом веке в Римской империи. Не полностью отличается, но частично. К примеру, половина рабов освобождалась, когда рабы достигали 30-летнего возраста. И зачастую они сами решали оставаться рабами, потому что в этом видели какую-то безопасность и стабильность. Сами решали оставаться со своим господином. И когда им исполнялось 30 лет, они говорили, ну да, я могу быть свободен, могу жить как хочу, но знаете, мне нравится мой хозяин. И я решил оставаться с ним. И это означало то, что они могли получить римское гражданство благодаря своему хозяину, рабовладельцу. И у римского гражданина было много преимуществ, поэтому рабы решали оставаться рабами. И, конечно, я не хочу сказать, что не было злоупотреблений властью в первом веке. И, конечно, в чем-то наше представление о рабстве, о притеснении, оно верно. Но если мы постараемся глубже понять то, что означало быть рабом в первом веке, то поймем, что часто наши представления неверные, потому что в каких-то случаях оставаться рабом было на руку самим же рабам. К примеру, если вы хотели стать врачом, но понимали, что у вашей семьи недостаточно денег, чтобы оплатить ваше обучение в школе и стать врачом. Вот что можно было сделать в таком случае? Можно было продать себя в рабство на семь лет. И в качестве оплаты за эти годы службы рабовладелец оплатит обучение в школе, чтобы стать врачом. Так что нужно иметь более широкое представление о том, что означало рабство в то время. Итак, вот перед нами рабы и рабовладельцы. И в культурном плане между ними была большая пропасть. Но когда они приходили, обращались ко Христу, то они становились равными, потому что во Христе и рабы, и рабовладельцы оказывались на одинаковом положении. И когда рабы приходили в эти новые церкви, то возникали вопросы, а можем ли мы прославлять Бога вместе с рабовладельцами? Когда с понедельника мы опять приступаем к работе, неужели пропасть между нами опять возвращается, напоминая нам о нашем положении? Итак, какими же должны быть взаимоотношения между рабами и рабовладельцами? Давайте вместе прочитаем из 1-го послания к Тимофею, из 6-й главы, первые два стиха. Итак, 1-й Тимофею, 6-я глава, стих 1-й, 2-й. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Позвольте перефразировать это так. Если бы можно было два стиха суммировать в одном предложении, то оно выглядело бы так. «Ваше служение людям есть не что иное, как служение Богу». Ваше служение или ваш труд для людей на самом деле это служение Богу. Если мы посмотрим на это с этой стороны и поймем, что Павел здесь имел в виду, что та честь, которую раб оказывает своему господину, на самом деле отражение того уважения и почтения, которое оказывается Богу. И вот что, по сути, Павел говорит в этих стихах. Неважно, верующий или неверующий ваш господин, христианин он или нет, необходимо служить ему так, как если бы вы служили Богу. Кто-то скажет, «Ну, мой рабовладелец несправедлив. Я не хочу работать на такого господина. Как бы было бы хорошо, если бы он был бы другим». Но Павел говорит ему, и сам Господь говорит ему, «Даже если ваш господин нечестивый, вы служите мне», говорит Господь, когда служите ему. Когда вы им служите, то они увидят Христа в вас и, возможно, захотят узнать Христа, видя, как вы им служите. А у кого-то очень хорошие, благочестивые господа, и таким господам хочется служить, вы делаете это с радостью, но так нужно служить любому господину, христианин он или нет. Потому что ваша жизнь это свидетельство Евангелия. Первый стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести». И заметьте, Павел не говорит здесь, «Если ваш господин достойный господин, тогда оказывайте ему честь». Вы должны оказывать честь тем господам, которым служите, вне зависимости их отношений с Богом. Почему? «Дабы не было хулы на имя Божие и учения». Все ради Евангелия. Вот представьте, что вы рабовладелец, а я ваш раб. И вы знаете, что я стал последователем Иисуса Христа. Это новая вера, новая религия. Вы об этом мало что знаете. Вы не являетесь последователем Иисуса Христа сами. Вы язычник. Итак, я работаю на вас, и вы замечаете, что я не выполняю своих обязанностей. И вы думаете про себя. Ведь я же сказал ему, чтобы он закончил эту работу к такому-то сроку. Срок подошел, а работа сделана только наполовину. И работы-то было немного. Работа была по силам и времени достаточно, но он не сделал этого. И вот вы вызываете меня на разговор и спрашиваете, почему ты не сделал свою работу? И я отвечаю, ну, я сожалею, но знаете, мне время нужно на молитвы. Также я изучаю Писание, поэтому в рабочее время, знаете, мне нужно молиться и изучать Писание. И этим прославляется мой Бог. И вы смотрите на Него и говорите, что? Я плачу тебе, чтобы ты работал на меня, чтобы ты делал свою работу. Ты можешь исповедовать свою религию где угодно, когда угодно, но не здесь. И хотя этот раб думал, что он исповедует христианскую веру, на самом деле он не делал того, что должен был делать. Павел говорит, что необходимо оказывать честь господам, независимо от того, какой веры они придерживаются. Он обращается со мной справедливо. Он мне мало платит. Если бы у меня другой был господин, я бы с удовольствием оказывал ему честь и уважение. И может, нам нужно остановиться и обсудить понятие уважения. В какой-то степени уважение зарабатывается. А в какой-то степени уважение оказывается само по себе. Да, когда-то уважение следует зарабатывать в течение какого-то времени. У нас с вами завязываются отношения. Сначала вы относитесь ко мне с недоверием, но по мере того, как мы больше узнаем друг друга, все больше и больше между нами уважение и доверие. Но также есть и другие ситуации, когда мы встречаемся с кем-то, и из-за сложившихся обстоятельств, и так как вы занимаете положение выше моего, я лишь на основании этого буду вас уважать. Из-за того, кто вы есть, из-за того, что вы надо мной. И Павел, по сути, говорит следующее, слушайте, вне зависимости от того, каков ваш господин, ради Евангелия, я хочу, чтобы вы оказывали им уважение, чтобы вы оказывали им честь, вне зависимости от того, заслужили они это или нет. Потому что для Павла самое главное Евангелия. И опять же, возвращаюсь к этой фразе, дабы не было хулы на имя Божие и учения. И по сути, они могут даже сказать, ну знаете, я знаю церковь, в которую они ходят. Если они учатся в церкви так работать, то я не хочу ничего иметь с ними общего. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы, рабы, оказывали честь и уважение тем, на кого вы работаете, чтобы послание Иисуса Христа не было опорочено. И как я уже говорил ранее, то, что я делаю в рабочее время, оказывает влияние на представление работодателя о моем Боге. Люди судят об Иисусе Христе по моему поведению и у них может сложиться правильное впечатление или неправильное. Два студента богослову подрабатывали и их неверующий работодатель часто наблюдал за ними, как они спорят между собой о богословских вопросах. И он знал, что они студенты Белестского колледжа и наблюдал за ними. И вот однажды один из студентов пошел в туалет, но не возвращался в течение длительного времени. А когда тот вернулся наконец, то он подошел к другому студенту и сказал, и работодатель слышал, знаешь, я сейчас читал Писание и знаешь, что я прочитал? Там, в своей тайной комнате. И работодатель сказал, все, ты уволен. Я не хочу, не работали люди подобные тебе. Вот понимаете, по сути, они не оказывали уважения. Но я служу Богу, я хочу больше узнавать о Нем. Да. И это наносит вред свидетельству Евангелия, как вашему лично, так и всей вашей церкви. Апостол Петр написал в своем первом послании, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Он говорит о том, что они будут обвинять вас, будут говорить то, что далеко от истины. Но в тот день, когда они станут верующими, или в тот день, когда предстанут присудилищем Господнем, они прославят Бога. Они скажут, «Я говорил против этого человека, но признаю, что на это нет никаких оснований, я прославляю тебе, Бог». Какое же практическое применение всего этого? Вот представьте, что вы работаете на кого-то, на христианина, или, может быть, не на христианина. Как мне следует относиться к моей работе, чтобы это раскрывало Евангелие? Вот несколько предложений, вы, может, что-то добавите свое. Во-первых, приходите на работу вовремя или даже заранее. Если мы с вами постоянно будем приходить позже, то это будет говорить о нашем неуважении к работодателю. Если будет он говорить, «Ну, вот Джо прекрасно делает свою работу, но он постоянно опаздывает, я не могу повысить его, не могу поднять ему зарплату, потому что я не могу ему доверять». И я думаю, что на пользу Евангелия пойдет то, что если мы будем приходить на работу вовремя или даже заранее. Позвольте привести второй пример. Мы должны показывать своими отношениями, что для нас нет слишком незначительной работы. Иногда, особенно те из нас, которые достигли высокого положения, говорят, «Ну, знаете, мне как-то не подобает это делать, но пускай кто-нибудь другой сделает это. Это как бы недостойно меня опускаться до такой работы». Я думаю, что Евангелие Иисуса Христа помогает нам понять, что значит смирение. Если эта работа не мешает нам выполнять свои обязанности, то мы должны проявлять смирение таким образом, чтобы сказать, «Ради Евангелия Иисуса Христа я буду делать все, что потребуется, чтобы оказывать честь начальнику». И третье мое предложение выглядит так. Молитесь и ищите возможности ответить им на их нужды. Вот начинается день, и вы понимаете, что Бог уже заранее приготовил для вас добрые дела. Вот допустим, когда я нахожусь в церкви, и у нас молитвенная встреча, я говорю, «Господь, я знаю, что Ты уже приготовил для нас добрые дела. Помоги нам распознать их, помоги нам увидеть их». И вы точно так же можете молиться о своем работодателе. Вы можете сказать, «Отец, вы в силах сделать какое-то доброе дело, которое будет свидетельствовать о Евангелии для него. Господь, открой это, покажи эту возможность. Что вы можете сделать или сказать, что явит любовь Иисуса Христа этому человеку? И я действительно, действительно верю, что если мы будем молиться такой молитвой, то Бог с удовольствием ответит на нее. И открою для вас возможности, как вы можете послужить своему работодателю, чтобы засвидетельствовать о Евангелии». Давайте прочитаем второй стих. «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют им». Вначале Павел говорил о всех господах, о верных и неверных, но здесь, во втором стихе, он говорит о конкретной группе. Говорит, «Слушай, если ваш господин христианин, не относись к нему иначе, чем к неверному. Не думай, что раз он христианин, то можно как-то использовать это. Скажу об этом иначе. Оказывайте верующему господину честь, чтобы проявить любовь к брату. Оказывайте уважение верующему господину, потому что он ваш брат». Вот давайте задумаемся о том, что означает быть братом. У меня есть брат, и он на два года младше меня, и мы не всегда показываем уважение друг к другу. Мы обычно спорим с друг с другом, соревнуемся друг перед другом, и иногда думаю, ну, никак не получается у меня строить отношения с братом. Иногда я даже думал, что с другими ребятами мне проще строить дружбу, чем с собственным братом. И иногда нечто подобное происходит в церкви. Вы можете говорить, «Ну, раз он мой брат, то он не простит». Или, «Ну, раз он мой брат, но он поймет, он мой брат во Христе, он простит меня». И Павел говорит, что ваше отношение не должно быть таким. И если ваш господин верный, то, пожалуйста, оказывайте ему такое же уважение, ведь он ваш брат во Христе. Я уже много лет играю в баскетбол, и баскетбол — это, наверное, любимый мой вид спорта. И вот после колледжа, даже когда работал на ферме или учился в семинаре, то я играл в разных любительских лигах. И знаете, что я вам скажу? Играть в церковные лиги, когда все игроки верующие оказывалось труднее, чем играть в неверующей лиге, городской лиге. И мне представляется, и даже трудно объяснить, почему, в церковной лиге, где каждый, по сути, является верующим, мы были злые друг к другу, оказывали неуважение друг к другу, отношения портились, и я думаю, почему? И в то же время, когда я играл за городскую команду или играл где-то в парке просто с людьми из нашего города, то у меня строились лучшие отношения с ними. Почему? Почему мы относимся к нашим христианским братьям порой хуже, чем неверующим? Я думаю, нам об этом стоит задуматься очень серьезно. Раб и его господин оба пришли ко Христу, оба стали частью церкви. Теперь работайте как для Господа. Оказывайте им честь и уважение, которое они заслуживают. И теперь научите этих людей, что оказывать уважение Богу можно, оказывая уважение своим господам. И вот представьте, в воскресенье они оба приходят в церковь. Сначала приходит семья раба, а потом приходит господин и его семья. Господин и все его домашние одеты в прекрасные одежды. У них больше денег. На них прекрасное платье. У жены прекрасная прическа. Она выглядит замечательно. На детях красивые одежды. И вот семья раба. У них лишь хватает денег, чтобы свести концы с концами. У них далеко не столько денег, сколько у их господина. И одежда у них далеко не новая. Да, они выглядят опрятно, но далеко не так богато. Его жена одета скромно и далеко не так богато, как жена господина. И вот представьте, обе семьи пришли в церковь. И вот они сели. Раб и его господин посмотрели друг другу в глаза. И если у них хорошее отношение, то они могут улыбнуться друг к другу, помашь рукой, и они будут прославлять Бога с чистым сердцем, потому что во Христе они равны. Но если есть что-то между ними, то это окажет влияние на прославление всей церкви. То, как они общаются друг с другом, то, как они прославляют. И Павел, по сути, говорит вот что. Тимофей, пусть рабы оказывают уважение к Богу, проявляя уважение к своим господам, потому что они братья, и он говорит, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют им. И так как господин верующий, то вы должны хотеть, чтобы у него был успех, чтобы у него все получалось в делах, потому что вы знаете, что их сердце посвящено Богу, что та прибыль, которую они получат, они принесут в церковь, и это послужит распространению Евангелия. И я хотел бы обратиться к работникам. Вот подумайте, часто мы думаем, вот если бы у нас было больше денег, чтобы жертвовать на миссию, или жертвовать на служение в церкви, или жертвовать бедным, но знаете, что, я работаю на начальника христианина, и если он будет успешен в своем бизнесе, если ему будет удаваться зарабатывать деньги, и сердце у него будет мир, то он сможет дать столько, сколько я никогда не смогу. И вместо того, чтобы завидовать, вот если бы я мог, а я не могу, и такое плохое отношение, я стараюсь работать лучше, чтобы мой работодатель смог жертвовать больше на дело Христа, потому что он брат. хочу вернуться к отношениям со своим братом. Закончив семинарию, я вернулся к себе домой и работал на ферме вместе со своим папой и со своим братом. 12 лет. И беда была в том, что все трое мы были перфекционистами. Это означает то, что мы все хотим сделать особым образом. Представьте, когда трое таких перфекционистов собираются вместе. Один говорит, надо сделать так, другой так, а третий так. И я глядываюсь назад на то время и на то, как я относился к своему брату и думаю, почему я так поступал? Почему я относился к нему так? Я бы не относился к нему так, если бы он не был моим братом. И когда мы приносим подобные отношения в церковь и говорим, ну, раз он мой брат, я могу быть с ним строже, могу быть с ним суровей, то мы разрушаем общение в церкви. Может, когда вы смотрите все это, думаете про себя, но знаете, мне трудно принять какого-то брата или сестру в церкви. В моем сердце есть зависть. Да, я завидую. Мне хочется то, что есть у них, но я знаю, что у меня этого не будет, и из-за этого я стараюсь быть с ними грубым и жестким. Если у нас есть подобные отношения, то мы не сознаем, насколько мы разрушаем свидетельство Евангелия Иисуса Христа. Давайте вспомним об Иисусе Христе. Вспомним, что записано в Геомиале от Матфея. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос не пришел для того, чтобы Ему служили. Несмотря на то, что Он был царь царей, Он создатель всей вселенной. И Он стал человеком, пришел на землю и сказал, «Я здесь не для того, чтобы Мне служили, но Я здесь для того, чтобы служить, чтобы отдать жизнь для искупления многих». Тех, кого мы любим, порой мы раним гораздо сильнее, чем тех, о ком совсем не заботимся. И Павел дает понять, что Он хочет, чтобы церковь была известна тем, что в ней присутствует любовь, забота, гармония, радость. Но когда у нас есть расприи с братьями и сестрами, то мы разрушаем все. Один автор сказал об этом так, «Истинное служение основано на Христе. Оно влечет нас ко Христу и делает подобными Христу». Истинное служение основано на Христе. Оно влечет нас ко Христу и делает подобными Христу. Итак, подводя итог этим двум стихам, что мы можем сказать наставления христианским работникам, неважно, начальник их является христианином или нет. Первое, работайте усердно, очень усердно. верующий ли ваш начальник или нет. Если он увидит, что вы работаете плохо, недобросовестно, не стараясь, то это порочит Евангелие Иисуса Христа. Нас должны знать как людей, которые работают усердно. Второе, молитесь за начальника, за его семью. И опять же, неважно, христианин он или нет, молитесь за него. Молитесь за мудрость, чтобы он поступал мудро, с деньгами, если он неверующий, молитесь о его спасении. Молитесь, чтобы он видел Христа в вас. Молитесь о том, чтобы он расспросил вас о вашей вере, и чтобы вы смогли поделиться Евангелем с ним. Третье, исполнитесь Христовым смирением и прощайте, так как мы прощены. Каждый раз, идя на работу, чтобы у нас было смиренное отношение, как у Христа, Господь, мы здесь, чтобы служить. Кто бы не просил меня делать мой начальник, и до тех пор, пока это не противоречит убеждениям тем, кем вы есть во Христе, делайте это. Молитесь Господу, чтобы он помог вам исполниться смирением, подобно Иисусу Христу. Господь, помоги мне прощать его, когда он несправедлив ко мне. Помоги мне прощать, так же, как и ты меня простил. В этом сила Христа. Может ли церковь быть живым свидетельством Иисуса Христа? Да, может. Могут ли те из нас, которые работают на кого-то, являть Божью благодать и милость? Да, можем. Есть много путей, как это может быть возможно. Итак, это четвертая и последняя группа, в которых Павел пишет наставление Тимофею. И после перерыва мы будем изучать с вами заключительные стихи первого послания Павла к Тимофею. Давайте субтитры и субтитры Продолжение следует...